Банальный укол антибиотикам стал причиной инвалидности 47-летней карагандинки. Инъекция вызвала анафилактический шок и отек мотка. Теперь заприкованной к постели женщиной ухаживают ее дети. Подробности у Людмилы Батюшкиной. Алмаз Женисбек два года назад закончил университет, но о карьере ему пришлось забыть. Весь его день расписан по минутам. Он ухаживает за мамой и воспитывает младшую сестру. Два года назад отчим заразил жену и повез в частный кожвенцентр. Врач прописала инъекции ротоцефа. Мужчина сам дома сделал укол, после которого Айган Имсейду Алиева потеряла сознание. Развился анафилактический шок, который привел к отеку мозга. В итоге два года мама Алмаза прикована к кровати. Через три месяца после случившегося ее муж ушел из семьи, забрав младшую дочь. Домой забрали. Он через три месяца ушел. Он не помогал. Я сам все делал с сестрой. Эмоционально не справился, наверное. Тяжесть не смог. Он как бы уже подумал, что не станет все уже. Он так объяснил. Ну как бы лечения нет. Тогда он так объяснил. Вот так я ему останется. 24-летний Алмаз и его 13-летняя сестра взяли заботы о маме на себя. Случай расследовали в департаменте мед и фармконтроля. Выявили нарушения со стороны врача. Была назначена недостаточно обоснованная нерациональная терапия установленного заболевания. Кроме того, врачом не проявлена осторожность в части развития сбора анамнеза о наличии каких-либо аллергических реакций в прошлом, либо лекарственной чувствительности на препараты. И был назначен антибиотик. Вместе с тем, мне было выдано направление на оказание медицинской помощи в условиях врачебной амбулатории. На врача завели уголовное дело, но после закрыли за отсутствием состава преступления. Из клиники она сразу уволилась. Как сообщили в облздраве, Айганым не подлежит реабилитации. Несколько раз в месяц ее посещает невропатолог. Алмаз с сестренкой живут на пособие от государства и алименты отца девочки. Ежемесячно только на лечение уходит 110 тысяч. – Справляюсь. Сейчас привык уже, но надеюсь, что скоро станет. Время нужно, лечение нужно, реабилитация надо. Мозг долго восстанавливается. Я надеюсь, верю, что скорым временем все нормально будет. Себя придет и все как раньше будет. Нас в Грисово приглашают. Там лечение за три месяца 19 миллионов. Ну, я собрал 11 миллионов. У нас, во-первых, этот диагноз не лечит. У нас нету ни лечения данного диагноза. Но врачи говорят, шанс есть, нужно время, нужна хорошая реабилитация. По словам Алмаза, если поначалу у мамы не было никаких реакций, после она стала следить глазами за людьми и фиксировать взгляд. Несколько месяцев назад появились эмоции. Она улыбается, когда слышит знакомые голоса, злится, плачет, когда видит фото младшей дочки. Где живут отчим с девочкой, Алмаз не знает, они не общаются. На днях он подал заявление в отдел опеки, чтобы установили график общения и заставили отчима привозить к ним девочку.